Брэм Стокер, Дракула, глава 7. Вырезка из The Daily Graph от 8 августа, приложенная к дневнику Мины Мюррей. От собственного корреспондента, Вайбби. На днях здесь неожиданно разразился ужасный шторм со странными и единственными в своем роде последствиями. Погода была немного знойная и естественное явление в августе. В субботу вечером погода была чудеснейшая. Все окрестные леса и островки были переполнены гуляющими. Пароход Эмма из Скербора сделал многочисленные рейсы взад и вперед вдоль побережья. На нем тоже было необыкновенное количество пассажиров, спешивших в Уайтбе и обратно. Весь день до самого вечера продержалась хорошая погода. Вечером поднялся легкий ветерок, обозначаемый на барометрическом языке номер 2 – легкий бриз. Береговой сторож, находившийся на своем посту, и старый рыбак, наблюдавший более полустолетия с восточного утеса за переменами погоды, важным тоном заявили, что это предзнаменование шторма. Приближающийся закат Солнца был так чудесен и так величественен в этой массе великолепно окрашенных туч, что целая толпа собралась на дороге у утеса на кладбище, чтобы любоваться красотой природы. Пока Солнце еще не совсем зашло за черную массу Кэтлнеса, гордо взымавшегося над морскими волнами, путь его к закату был отмечен мирядами облаков, окрашенных лучами заходящего Солнца в самые разнообразные цвета. Многие капитаны решили тогда поставить в гавани, пока шторм не минует свои «кобблс» или «мьюлс», так они называют свои пароходишки. Вечером ветер окончательно стих, а к полуночи всюду царила гробовая тишина, зноенная жара и та непреодолимая напряженность, которая при приближении грозы так странно действует на всякого чувствительного человека. На море виднелось очень мало судов. Береговой пароход, обыкновенно придерживающийся берега, который вышел в открытое море, несколько рыбачьих лодок, да еще иностранная шхуна, шедшая с распущенными парусами по направлению к западу. Безумная отвага или полное невежество ее моряков послужили благодарной темой для пересудов. Были сделаны попытки подать ей сигнал спустить паруса ввиду приближающейся опасности. Ее видели до самого наступления ночи с праздно развивающимися парусами, нежно колышущейся на вольной поверхности моря. Незадолго до десяти часов штиль стал положительно угнетающим, и тишина была настолько велика, что ясно слышно было блеяние овец в поле и лай собаки в городе, а толпа на плотине с ее веселыми песнями являлась как бы диссонансом великой гармонии тишины в природе. Немного после полуночи раздался какой-то странный звук со стороны моря. Затем без всяких предупреждений разразилась буря. С быстротой, оказавшейся сначала невероятной, а затем уже невозможной, весь вид природы как-то вдруг преобразился. Волны вздымались с возрастающей яростью, причем каждая из них превышала свою предшественницу, пока, наконец, в какие-то несколько минут море, бывшее только что гладким, как зеркало, не уподобилось ревущему и все поглощающему чудовищу. Волны, украшенные белыми гребнями, бешено бились о песчаные берега и взбегали по крутым скалам. Иные перекидывались через молы и своей пеной омывали фонари с маяков, находившихся на конце каждого мола гавани Уайтби. Ветер ревел, как гром, и дул с такой силой, что даже сильному человеку с трудом удавалось держаться на ногах, и то только в том случае, если ему удавалось уцепиться за железные стойки. Пришлось очистить всю пристань от толпы зрителей, иначе ужасы ночи были бы еще значительнее. Вдобавок ко всем затруднениям и опасностям этой минуты, с моря на берег ринулся туман. Белые мокрые тучи, двигавшиеся как привидения, такие серые, мокрые и холодные, что достаточно было совершенно скудной фантазии, чтобы вообразить, что это духи погибших в море обнимают своих живых братьев цепкими руками смерти. И многие содрогались, когда эта пелена морского тумана настлала их. Временами туман рассеивался, и на некотором расстоянии виднелось море, в ослепительном сверкании молнии, непрерывно следовавших одна за другой и сопровождавшихся такими внезапными ударами грома, что все небо, казалось, дрожало от порывов шторма. Некоторые из этих явлений были бесконечно величественны, а море поразительно интересно. Тут и там бешено неслась, с лохмотьями места паруса, рыбачья лодка в поисках приюта. На вершине Восточного утеса был уже приготовлен новый прожектор для опытов, но его все как-то не удавалось применить. Теперь офицеры, которым он был поручен, привели его в действие, и в просветах тумана освещали лучами поверхность моря. Труды их были не напрасны. Какую-то полузатопленную рыбачью лодку несло в гавани, и только благодаря спасительному свету прожектора ей удалось избегнуть несчастья разбиться о мол. Каждый раз, когда какая-нибудь лодка оказывалась в безопасности в гавани, среди толпы, стоящей на берегу, раздавалось ликование. Радостные крики прорезывали на мгновение рев бури и уносились затем вместе с ее новым порывом. Вскоре прожектор осветил вдали корабль с распущенными парусами, очевидно, ту самую шхуну, которая была замечена немного раньше вечера. За это время ветер повернул к востоку, и дрожь охватила зрителей на утесе, когда они поняли ту ужасную опасность, в которой оказалась теперь шхуна. Между шхуной и портом находился большой плоский риф, из-за которого пострадало так много парохода. И при ветре душем с невероятной силой, шхуне не было никакой возможности достигнуть входа в гавань. Был уже час выше точки прилива, волны были так высоки, что чайки неслись с ними на одном уровне, и на всех парусах с невероятной быстротой летела шхуна. Затем снова разослался туман гуще и плотнее, чем раньше. Лучи прожектора были теперь направлены через восточный мол на вход в гавань, на то место, где ожидалось крушение. Толпа ждала, затаив дыхание. Ветер внезапно повернул к северо-востоку, и остаток морского тумана рассеялся в его порыве. И тогда между моллами появилась странная шхуна, и перекатываясь с волны на волну, с головоткружительной быстротой на всех парусах вошла в гавань. Прожектор ярко осветил ее, и тогда содрогание охватило всех ее увидевших, так как оказалось, что к рулю был привязан чей-то труп, голова которого болталась из стороны в сторону при каждом движении корабля. На палубе никого больше не было видно. Ужас овладел всеми, так как казалось, что корабль попал в гавань как бы чудом, ведомый рукой мертвеца. Все это произошло гораздо скорее, чем возможно написать эти строки. Шхуна, не останавливаясь, пронеслась по гавани, врезаясь в большую массу песка и гравия, омытую многими приливами и штормами. В юго-восточном углу плотины, находящейся под восточным утесом, известна здесь под названием Тед Хилл Пир. Конечно, когда корабль выбросил на песчаную кучу, это вызвало большое сотрясение. Все брусья, веревки и снасти были уничтожены, и некоторые из верхних с треском полетели вниз. Но страннее всего было то, что как только шхуна коснулась берега, на палубу выскочила громадная собака, и пробежав по палубе, соскочила на берег. Направившись прямо к крутому утесу, на котором возвышается кладбище, собака исчезла в густом мраке. Как-то случилось, что в это время на Тед Хилл Пир никого не было, ибо все, чьи дома находились по соседству, или уже спали, или находились на утесах. Таким образом, береговой сторож, находившийся на восточной стороне гавани и тотчас же спустившийся и прибежавший к малой плотине, был первым в забравшемся на борт человека. Он подбежал к корме шхуны и наклонился, присматриваясь над рулевым колесом, но сразу попятился назад, как будто внезапно чем-то потрясенным. Это обстоятельство вызвало всеобщее любопытство, и целая масса народа устремилась туда. От западного утеса до Тед Хилл Пир порядочное расстояние, но ваш корреспондент довольно хороший бегун, и поэтому прибежал намного раньше своих спутников. Тем не менее, когда я появился на плотине, собралась уже целая толпа, так как сторож и полиция не разрешали ей взойти на борт. Благодаря любезности главного лодочника, мне, как корреспонденту и еще маленькой группе людей, уже видевшей мертвого моряка, привязанного к колесу, было разрешено взойти на палубу. Нет ничего удивительного в том, что береговой сторож был поражен или даже испуган, так как редко приходится видеть такие сцены. Человек был привязан за руки к спице колеса, причем руки его были связаны одна над другой. Между рукой и деревом находился крест, а четки, к которым этот крест был приделан, обмотаны вокруг кисти рук и колеса, и все вместе было связано веревкой. Возможно, что этот бедняк раньше находился в сидячем положении, но хлопавшие бьющиеся паруса, очевидно, разбили рулевое колесо, и тогда его начало кидать из стороны в сторону, так что веревки, которыми он был привязан, врезались в мясо до самых костей. Были сделаны точные записи о положении вещей, доктор Сэр Джей М. Каффин, прибывший сейчас же вслед за мной, после краткого осмотра заявил, что этот человек уже по крайней мере два дня как умер. В его кармане была пустая, плотно закупоренная бутылка со свертком бумаги внутри, оказавшимся дополнением к корабельному журналу. Береговой сторож говорил, что он, должно быть, сам связал себе руки, затянув веревку зубами. Затем покойный штурман был почтительно снят с того места, где он стоял на своей благородной вахте до самой смерти, и теперь внесенный в список мертвых ожидает следствий. Внезапно налетевший шторм уже проходит, его свирепость спадает, тучи рассеиваются, и небо начинает уже пунцовет над йоркширскими полями. Я вышлю вам к следующему номеру в дальнейшей подробности о покинутом пароходе, нашедшем таким чудесным образом путь к пристани в бурю. Уайбби. 9 августа. Обстоятельства, открывшиеся после вчерашнего странного прибытия шхуны в шторм, еще ужаснее, чем сам факт. Это оказалась русская шхуна из Варны под названием Дмитрий. Она почти целиком наполнена грузом серебристого песка, кроме того, совершенно незначительным грузом, состоящим из порядочного количества больших деревянных ящиков, наполненных черноземами. Груз этот предназначался стряпчему мистеру S.F. Биллингтон-Крессин в Уайбби, прибывшему сегодня утром на борт и официально принявшему в свое распоряжение предназначенное ему имущество. Русский консул принял по обязанности в свое владение пароход и заплатил все портовые расходы. Здесь много говорят о собаке, выскочившей на сушу, как только пристал корабль, который нигде не могли найти. Казалось, будто она совершенно исчезла из города. Возможно, ее напугали, и она сбежала в болото, где теперь еще прячется от страха. Сегодня рано утром нашли большую собаку, принадлежащую торговцу углем, вблизи от Тетхилл-Пира, мертвой как раз на дороге против двора ее хозяина. Она с кем-то подралась, и, по-видимому, с ярым противником, так как горло ее было разорвано, а брюхо распорото как будто громадными когтями. Позже Благодаря любезности инспектора Министерства торговли мне было разрешено просмотреть корабельный журнал Дмитрия, доведенный в полном порядке до последних трех дней, но в нем не оказалось ничего особенного, кроме факта исчезновения людей. Гораздо больше интерес предоставляет бумага, найденная в бутылке, доставленная сегодня для исследования, и сопоставление обоих документов привело меня к выводу, что я не в состоянии разгадать эту тайну. Поскольку не было причин что-то скрывать, мне разрешили воспользоваться ими, так что я посылаю вам копии. По всему кажется, что капитан был охвачен какой-то навязчивой идеей перед выходом в море, и что она последовательно развелась в нем в течение всего путешествия. Я пишу под диктовку секретаря русского консула, который был так любезен, что перевел записки в журнале. Корабельный журнал Дмитрия Варна Уайтби Записано 18 июня. Происходят такие странные вещи, что я отныне буду аккуратно записывать их, пока не прибудем на место. 6 июля. Мы кончили принимать груз, серебряный песок и ящики с землей. В полдень подняли паруса. Восточный ветер прохладен. Экипаж, пять матросов, два помощника, повар и я. 11 июля. Туман. Вошли в Босфор. Приняты на борт турецкие таможенные офицеры. Бакшиш. Все в порядке. Вышли в 4 часа дня. 13 июля. Прошли мы с Матапан. Экипаж чем-то недоволен. Казался напуганным, но не пожелал говорить, в чем дело. 14 июля. Случилось что-то неладное с экипажем. Люди все добрые молодцы, плававшие со мною раньше. Помощник никак не мог добиться, что случилось. Ему сказали только, что что-то произошло и перекрестились. 16 июля. Матрос донел, что утром пропал матрос из экипажа, Петровский. На это никак не рассчитывал. Восемь вахт сменилась вчера с левой стороны корабля. Был сменен Абрамовым, но не пошел в кочегарку. Люди подавлены более чем когда-либо. Помощник обращается с ними неприветливо. Ожидаю неприятностей. 17 июля. Вчера один матрос, Олгарин, вошел ко мне в каюту и с испуганным лицом сказал, что по его мнению на корабле находится какой-то посторонний человек. Он сказал, что когда стоял на вахте, то на время укрылся за рубку, так как была страшная непогода и лил сильный дождь. И вдруг увидел, как высокий тонкий человек, совершенно не похожий на кого бы то ни было из членов экипажа, вышел на палубу, прошел по ней и затем куда-то исчез. Он осторожно пошел за ним следом, но когда дошел до самого борта, то никого не нашел, а все люки были закрыты. Панический суеверный страх овладела, и я боюсь, что паника распространится. Чтобы устранить ее, велю завтра хорошенько обыскать весь пароход от носа до кормы. Немного позже, днем я собрал весь экипаж и сказал им, что так как они думают, будто на шхуне находится посторонний человек, то мы сделаем обыск от носа до кормы. Первый помощник рассердился, сказав, что это безумие и что поддерживать такие сумасшедшие идеи значит деморализовать людей. Сказал, что возьмется освободить их от всех тревог одним средством, но я приказал ему взяться за руль, а остальные принялись за основательный обыск. Все шли рядом, с фонарями в руках. Мы не пропустили ни одного уголка. А как в трюме стояли одни только деревянные ящики, то не оказалось никаких подозрительных углов, где ему мог спрятаться человек. Люди после обыска сразу успокоились и снова мирно принялись за работу. Первый помощник мурился, но ничего не говорил. 24 июля. Какой-то злой урок как будто преследует чхуну, и так уже стало одним человека меньше. Нужно войти в Бискайский залив, предвидится ужасная погода, а тут вчера еще один человек исчез. Как и первый, пропал во время вахты. и больше его не видели. Люди снова в паническом страхе. Сделал всеобщий опрос, желательно ли удвоить вахту, так как они боятся оставаться одни. Помощник рассверепел. Боюсь, что снова будет тревога. Или он, или остальные совершат какую-нибудь жестокость. 28 июля. Четыре дня в аду. Кружимся все время в каком-то водовороте, а буря не стихает. Ни у кого нет времени поспать. Люди выбились из сил. Затрудняюсь, кого поставить на вахту. Никто не способен выдержать. Второй помощник взялся за руль и дал возможность людям насладиться получасовым сном. Ветер стихает, волны еще люты, но меньше, чем раньше, так как чувство, что шхуна держится крепче. 29 июля. Новая трагедия. Ночью на вахте был всего один матрос, так как экипаж был слишком утомлен, чтобы ее удваивать. Когда утренняя вахта пришла на смену, то никого не нашла. Теперь я уже и без второго помощника, и среди экипажа снова паника. Помощник и я решили держать при себе заряженные пистолеты, в ожидании объяснения этой тайны. 30 июля. Рады, что приближаемся к Англии. Погода чудесная, паруса все распущены. От усталости обессилен. Крепко спал, был разбужен помощником, сообщившим мне, что оба матроса на вахте и рулевой исчезли. На шхуне остались два матроса, помощник и я. 1 августа. Два дня тумана и ни одного паруса в виду. Надеялся, что в английском канале смогу подать сигнал о помощи или же зайти куда-нибудь. Мы, кажется, находимся во власти какого-то ужасного рока. Помощник теперь сильнее деморализован, чем остальные. Люди в страхе, работают тупо, терпеливо и покорно. Они русские, он румын. 2 августа. Проснулся после пятиминутного сна от крика, раздавшегося точно у моих дверей. Бросился на палубу и подбежал к помощнику. Говорит, что также слышал крик и подбежал на помощь, но никого не оказалось на вахте. Еще один пропал. Господи, помоги нам. 3 августа. Полночь я пошел к рулевому колесу, заметив там человека, но подойдя к колесу, никого там не нашел. Ветер был сильный и так как мы шли по ветру, то звать было бесполезно. Я не посмел оставить рули, поэтому лишь откликнул помощника. Через несколько минут он выбежал на палубу в нижнем белье. Он выглядел дико и истощенно, я очень опасаюсь за его рассудок. Он подошел ко мне и глухо шепнул в самое ухо, как будто боя, что ветер его не услышал. Оно здесь, я теперь знаю. Я видел это вчера ночью на вахте. Оно в образе высокого, стройного и призрачно-бледного человека. Оно было на корме и выглядывало снизу. Я пополз к нему и ударил его ножом, но нож прошел сквозь него, как сквозь воздух. Но оно здесь, и я его найду. Оно может быть в одном из этих ящиков. Другим и посмотрю. А вы управляйте шхуной. И с угрожающим видом он направился вниз. Поднялся резкий ветер, так что я не мог отойти от руля. Я видел, как он снова поднялся на пауэлбу с ящиком для инструментов и фонарем и как спускался в передний люк. Он окончательно сошел с ума и незачем пробовать его остановить. Он не может испортить этих ящиков. Они записаны в накладной землею и передвигать их самая безопасная вещь, какую только можно сделать. Прошло немало времени. Я стал было надеяться, что помощник вернется в более спокойном состоянии, ибо слышал, как он что-то колотит в трюме. А работа ему полезна. Как вдруг раздался страшный крик, от которого вся кровь ударила мне в голову и на палубу вылетел взбесившийся безумец с блутающими глазами и лицом искаженным страхом. «Спасите меня! Спасите меня!» кричал он. Затем его ужас перешел в отчаяние и он сказал решительным тоном. «Лучше и вы бы пришли, капитан, пока не поздно. Он там. Теперь я знаю, в чем секрет. Море спасет меня. Да поможет мне Бог!» И раньше, чем я успел сказать ему хоть слово или двинуться, чтобы его схватить, он бросился в море. Мне кажется, что теперь и я знаю, в чем секрет. Это он, этот сумасшедший уничтожал людей одного за другим, а теперь сам последовал за ними. Да поможет мне Бог! Как я отвечу за этот весь ужас, когда приду в порт? Когда приду в порт? Будет ли это когда-нибудь? 4 августа. Все в тумане, сквозь который восходящее солнце не может проникнуть. Я узнаю восход только инстинктом, как всякий моряк. Я не осмелился сойти вниз, не рискнул оставить руль. Так и оставался здесь всю ночь и во мраке ночи увидал его. Да простит мне Бог! Помощник был прав, бросившись за борт. Лучше умереть, как подобает мужчине, бросившись в Синее море. Но я капитан и не имею права покинуть свой корабль. Но я поражу этого врага или чудовища, так как привяжу свои руки к рулевому колесу. Когда силы начнут меня покидать, то вместе с руками я привяжу то, чего он или оно не посмеет коснуться. И тем спасу свою душу и свою честь. Я становлюсь все слабее, а ночь приближается. Если он снова посмотрит мне в глаза, у меня может не хватить силы действовать. Если мы погибнем, то может быть кто-нибудь найдет эту бутылку и поймет. Если же нет, прекрасно. Пусть тогда весь мир знает, что я был верен долгу. Да помогут Бог и Святая Евгения и все святые в бедной, невинной душе, старавшиеся исполнить свой долг. Конечно, решение суда осталось открытым. Ничего определенного не выяснено и неизвестно, какой человек совершил эти убийства. Здесь почти весь народ считает капитана героем и ему устроят торжественные похороны. Все уже подготовлено и решено, что его тело повезут в сопровождении целой флотилии лодок. Сначала вверх по реке, затем назад к Тетхилл-Пир и, наконец, поднимут по лестнице аббатство и похоронят на утесе на кладбище. Так и не нашлось никаких следов громадной собаки, что вызвало массу неудовольствий. Судя по мнению всех жителей, это большое упущение со стороны местных властей. Дневник Мины Мюррей 8 августа Люся была очень беспокойна и в эту ночь я также не могла уснуть. Шторм был ужасный и при каждом завывании ветра в трубе я содрогалась. Иногда были такие резкие удары, что казалось, будто где-то вдали стреляют из пушек. Довольно странно, Люся не просыпалась, но она дважды вставала и начинала одеваться. К счастью, я каждый раз вовремя просыпалась и укладывала ее обратно в постель. Мы обе встали рано утром и отправились в гавань. Там оказалось очень мало народу и несмотря на то, что солнце было ясно, а воздух чист и сверх, большие суровые волны, казавшиеся черными в сравнении с белой как снег пеной, покрывавшие их гребни, протискивали сквозь узкий проход в гавань, напоминая человека, протискивающегося сквозь толпу. Я была счастлива при мысли, что Джонатан вчера находился не на море, а на суше. Но на суше ли он? Может быть, он на море? Где он и каково ему? Я продолжаю страшно беспокоиться за него. Если бы я только знала, что предпринять, я бы все сделала. 10 августа. Похороны бедного капитана были очень трогательны. Кажется, все лодки порта присутствовали, а капитаны несли и гроб всю дорогу от Эдхилпира до самого кладбища. Мы вместе с Люсей рано отправились к нашему старому месту, в то время, как процессия лодок поднималась вверх по реке. Отсюда было великолепно видно, так что мы могли наблюдать всю процессию. Бедного капитана опустили в могилу очень близко от нас. Люси казалась очень взволнованной. Она все время очень беспокойная, и мне кажется, что это сон прошлой ночи так на ней отзывается. Но она ни за что не хочет осознаться, что является причиной ее беспокойства. В том, что мистер Свелс был найден сегодня утром на нашей скамье мертвым со сломанной шеей, кроется что-то странное. Он должно быть, как говорил доктор, в испуге упал со скамьи навзничь. На лице замерло выражение страха и ужаса. Люди говорили, что при виде его дрожь пробегает по телу. Бедный, славный старичок. Может быть, он увидел перед собой смерть? Люси так чувствительна, что все отражается на ней гораздо сильнее, чем на других. Она только что страшно взволновалась из-за сущего пустяка, на который я совершенно не обратила внимания, хотя и сама очень люблю собак. Пришел какой-то господин, который раньше часто приходил сюда за лодкой в сопровождении своей собаки. Они оба очень спокойные существа. Мне никогда не приходилось видеть этого человека сердитым, а собаку слышать лающий. Во время панихиды собака ни за что не хотела подойти к своему хозяину, стоявшему вместе с нами на скамье, а стояла в нескольких ярдах от нас и выла. Хозяин ее говорил с ней сначала ласково, затем резко и, наконец, сердито, но на все не подходило и не переставало рычать. Она была в каком-то бешенстве. Глаза ее дико сверкали, шерсть стояла дыбом. Наконец, хозяин ее разозлился, соскочил вниз и ударил собаку ногой. Затем, схватив ее за шиворот, потащил и швырнула на огромную плиту, на которой стояла наша скамейка. Но едва бедное животное коснулось камня, как тотчас же притихло и начало дрожать. Оно и не пыталось сойти и как-то присело, дрожа ее жесть и находилось в таком ужасном состоянии, что я всячески старалась успокоить его, но безуспешно. Все эти сцены так взволновали Люси, что я решила заставить ее совершить перед сном длинную прогулку, чтобы она крепче заснула.